Добрый день, ОСТ-27, следует речь Ильюр Наринвар, Баржа НС-5, автотехника, общий тоннаж, 220 тонн, прошу, датроны заходят в тур, для вывозки в лесозаводской курьер. Добрый день, ОСТ-27, принято, вам добро, в лесозаводскую. Добро, принято, спасибо. На палубе баржи несколько десятков человек со своими автомобилями. Возвращаются из отпусков, деловых поездок, везут груз в город. Все они устали с дороги. Автопутешествие в Наринвар затея уже не такая экстремальная, как год назад, но все еще отдает авантюризмам. Власти Республики Коми совершили дорожный прорыв. Открыли участок федеральной трассы Кирки-Малая Перо. Печально известный серпантин Коми-Трофи перестал существовать. А так сейчас выглядит старый серпантин Коми-Трофи. По сути, никому не нужная просека в тайге. С открытием федеральной трассы Республика Коми лишилась одной из сомнительных достопримечательностей. Самой плохой дороги России. Между тем, до развязки еще далеко. От Малой Перы до Ирайоля трасса представляет собой отсыпку весьма посредственного качества. И таких просветов на пути от Печоры до Усинска еще много. А дальше 83 километра недостроенной дороги на Ринмар-Усинск, уже на территории Ненинского округа. Повод для бесконечных шуток жителей материка. Республика Коми и Ненинский округ договорились о сотрудничестве в дорожной сфере. Губернаторы регионов в Усть-Цильме сделали совместное заявление, в котором пообещали ликвидировать дорожные разрывы в ближайшие годы. В конце года мы проведем уже первый конкурс. Это даст возможность в течение ближайших двух лет сдать более 80 километров из вот этой дороги между Ухту и Печором. То есть ликвидировать вот эти вот разрывы, которые еще там существуют. Со стороны Наринмара останется достроить 83 километра. Ресурсы для этого есть. Ненинский округ получил полномочия по строительству дорог межрегионального значения. Именно это мешало сдать километры раньше. Регион просто не имел права строить магистраль. Мы надеемся, что с 2015 года мы активно начнем достраивать вот эти оставшиеся 83 километра на условиях софинансирования. То есть часть будет бюджетных средств Ненинского округа и федеральные средства. Власти Республики Коми обещают довести дорожное строительство до Усинска к 2017 году. Власти Ненинского округа пойдут навстречу, в самом буквальном смысле, уложив асфальт на своих 83 километрах ответственности. Наринмар утратит статус самого изолированного региона России. Упадут цены, появится больше товаров с материка. Вероятно, придут крупные торговые сети. А главное, уйдет в прошлое слово распутиться. Заполярный город станет доступен для поставок круглый год. Все это дело ближайших лет. А пока автострадой, которой нет, пользуются по большей части свои. Как изменилась дорожная ситуация по сравнению с прошлым годом, накануне оценила наша съемочная группа. В ближайшее время в эфире телеканала «Север» мы покажем специальный репортаж «Путь севера», где подробно расскажем о том, что сейчас происходит на пути в Наринмар. Дмитрий Щепанов, Александр Дуркин, телеканал «Север», Ненинский автономный округ, Республика Коми.